здравствуйте друзья я хочу снять такое видео обрезки в чугунную трубу до системы водоснабжения под давлением вот я уже купил сиделку я купил на авито сиделку где-то на урале сейчас там не продает человек недорого путь обошлась она такая сиделка кран на нее уже накрутил буду еще паковать есть будет больше не запаковано вот кран сиделка фитинг трубы у нас будут пнд вот кусок пнд трубы фитинг именно так вот что у меня понадобится для врезки заверт само собой мы эту сиделку установим на трубу обожмем ее в нужное место заканула я запакую кран предварительно вот этот на лен вот и мы начнем сверлиться вот смотрите надо будет сверлиться вот таким вот образом видите какое большое пространство когда мы просверлимся то есть чугун он не так быстро просверливается труба пластиковая пнд поэтому насчет подниматься вода вверх брызгать будет по-любому нам понадобится сделать сюда зонтик сейчас я вам покажу как я его сделаю и нарастить немножко вот этой муфтой именно пространство чтобы она вода не во все стороны разбрызгивался было как-то по направленному таким направленным пучком сейчас я вам покажу обрежу так друзья запаковал экран резьбу на кране на лен с пастой все четко теперь я изменил ножка тактику не хватает мне хода из вот эту муфту брать полностью не хватает хода снял внутри фасочку и смотрите на прямо вкручивается мне надо рукой неудобно ну короче а прямо вот так вот беру или вкручиваем она при без заходишь немножечко вкручу обрежь как мне нужно и оставлю этот вот это вот не перелег смотрите таким образом обрезал друзья чтобы вот этот вот смотрите наше сверло так вот вошло достаточно чтобы увидеть это ногу внизу создался вот такой здесь именно выпуск чтобы вода не во все стороны брызгала вот именно направлено брызгала и выпадала под козырек под этот козырёчек то есть и тем самым и меньше обрызгаемся вокруг всего будет меньше воды тут все это дело потом мы выкрутим выкинем и вкрутим фитинг для пмд сюда вкрутим вот этот сейчас друзья заложу вниз туда в люк откопаю трубу все подготовлю ну и потом туда мы спустимся будем сверли с вами вести так друзья все закончила уже установку сиделки для сиделки вот с использовал герметик силиконовый дополнительно чтобы там обработал место зашлифовал там все убрал обезжирил ну как зашлифовал наждачкой и силиконовым герметиком прошел таким уже закрепил сиделку это в принципе крепите но это не так сложно главное там ничего там равномерно затянуть и все самое сложное друзья именно просверлить под давлением трубу лучше смотрите вот он уже все собрано сейчас я беру аквабокс камеру упакую в аквабокс и лезу вниз и вы увидите как сам процесс сверления так друзья вот сиделку установлена как установлена смотрите прокладки были насколько их выдавила с этой стороны это она вообще не хватало метров пять вот так где-то она была выдавила где-то сантиметр почти на сантиметр немножко перекосило даже там внутрь немножко стала выдавливать эту прокладку ерунда затянуло нормально затянул как мне кажется неплохо вот он мой инструмент уже готов сейчас я укладываю боксик камеру друзья на не буду показывать целиком весь процесс сверления даже на ускоренке это получается довольно таки долго примерно минут 15 просверливания до появления воды процесс идет поэтому я немножечко сокращу эту съемку ну сделал только такие замечания нужно сверлить именно не надавливая сильно на сверло на малых оборотах потихонечку мы сверлим никуда не спеша чугунина такая довольно таки сверлица довольно таки неплохо но тем не менее не желательно не давить избежание каких-то там эксцессов вот сверло надо выбирать с заточкой на 118 градусов точить так как еще раз повторюсь потихонечку сверлим не слишком надавливая вот аккуратненько потихонечку сверлим минимальный диаметр ртб у меня 20 миллиметров поэтому я взял взял сверло диаметром 19 с половиной миллиметров ну и все нормально у меня тут проходит все как раз в притирочку заходит ну друзья все переоделся я во все сухое уже вот он смотрите вот с помощью вот этого прекрасного приборчиком и просверлили в принципе вполне себе успешно только что шуруповерт начал на электронике отрубаться когда стала зажимать бур не троника начал отрубать его и блин короче были некоторые проблемы у меня с тем как вытащить вытащить шуруповерт даже по мне попала в патрон вода то есть вот этот дом вполне себе нормально свою роль выполнил но тут интересная такая особенность что сверло здесь утолщается то есть из-за этого вообще вода не попала никаким образом вообще не попала в патрон так что вот успешно подключился друзья очень-то будет вам она интересовать как я работал с фитингами то есть вот она вода сейчас покажу факт в том что вот покажу результат друзья только шизу под ногу показать вот такой вот результат вода у нас теперь есть у нас тут двери не подключена 1 на второй этаж пойдет 1 на 1 такие вот дела куда есть я доволен все получилось